Чугун готов! Даёшь чугун! Даёшь – любимое слово 30-х. Даёшь завод, даёшь чугун – и всё в кратчайшие сроки. 80 лет назад обыкновенные люди сделали невозможное. В глухой аграрной провинции появилось сосредоточие всех на тот момент новейших технологий – первая заводская домна. Отсюда начался отсчёт истории предприятия и региона, и развития советской промышленности. Мы за 80 лет прошли огромный путь, колоссальный путь. Сегодня на седьмой домне Нолмыка юбилейная плавка «Россиянка» – самая молодая печь в стране. При этом у неё уже самая большая производительность. За несколько месяцев здесь выплавляют столько чугуна, как раньше за пятилетку. Всё, как и много лет назад – поздравления, награждения, речи. Глава региона Олег Королёв называет Нолмыка краеугольным изумрудом и передаёт металлургам горячий привет от Путина. Горновой Сергей Середа улыбается, как Гагарин, и отливает горячие сувениры из юбилейной пробы чугуна. На юбилей пригласили тех, кто отдал предприятию не один десяток лет. Феликсе Михновецком сейчас трудно узнать того парня, который когда-то приехал в Липецк после института. Он принимал участие в строительстве третьей, пятой и шестой домной. И точно знает, в нынешних успехах комбината есть и его вклад. Это создавалось трудом нескольких поколений, ведь это не сразу так всё получилось. Поэтому частичка моего труда в этих всех свершениях тоже есть. В честь тех, кто стоял у истоков новолипецкой металлургии, сегодня сразу за проходными открыли памятник. Его автор, скульптор Валентин Челядин за основу взял собирательный образ. Хотя к деталям старался быть внимателен. Спецовку лепил по фотографиям и старым фильмам. На комбинате тем временем уже готовы писать новую историю. Очень низкая себестоимость сырья, отлаженная технология, серьёзные компетенции коллектива. Поэтому нам не страшны любые катаклизмы, которые будут происходить. Имея на входе такое преимущество, мы стараемся максимально системно работать с целью улучшения и качества нашей продукции, и снижения себестоимости, и по всем другим параметрам. Сейчас в группе компании НЛМК есть и российские, и европейские, и американские предприятия. Продукция поставляется более чем в 50 стран мира. Изменились технологии, увеличились объёмы производства. Но старт, который дали металлургии 30-х, оказался очень успешным. Вероника Баскак, Валик Голобоков, ТВК Новости.